Десять участниц, десять сказочных персонажей. Вместо купальников и вечерних платьев – образы любимых сказочных героинь. По давней традиции в университете выбирают мисс факультета искусства и архитектуры, но сегодня условия конкурса нестандартные. Учитывая, что он проводится среди творческих людей, организаторы устроили его тоже творчески в виде сказочного бала. Участницы не просто должны показать свою красоту, интеллект и таланты. По условиям конкурса все это им нужно сделать, перевоплотившись в сказочных персонажей. Очень тяжело было перевести тот образ, который в мультфильме на наш уровень, на архитектора. У нас, у архитекторов, главный девиз – это польза, прочности, красота. Ну, красота – ясное дело, это конкурс красоты. Польза, он поможет мне в будущем. Так как я очень скромная, и, наверное, мне это поможет избавиться от этого. А что насчет прочности, я буду более уверена в себе. Будущие актеры, музыканты, архитекторы – сегодня на этом конкурсе те, для кого красота и творчество – часть профессии, отмечают организаторы. И это можно было проследить на протяжении всего представления. Просто вообще, вообще. И сестры отзавидуются. Ну да, да. Вот. Нарисовать за считанные минуты портрет, не сходя со сцены, представиться без слов, или показать театр теней – все это, как задания в сказке, от выполнения которых и зависит жизнь героя. Если говорить о впечатлении, то я, как тот самый принц, я поражена в самое сердце буквально. Цельность сценария, драматургия великолепна, сделана, разработана и представлена на сцене. И кроме того, кроме сценария, естественно, репетиционная работа, она дала себя знать также. И, в общем-то, содружество и сценариста, и режиссера налицо. А закончилось все тоже по-сказочному. Принц нашел ту единственную, которая и стала Мисс Архитектурный факультет. Кстати, сценарий конкурса – это дипломная работа одной из выпускниц факультета. Инна Сипита, Ярослав Богат, Первый Приднестровский. Субтитры создавал DimaTorzok